Как дела, бойцы? Мы вернулись, и сегодня мы будем смотреть одни из самых интересных боевых сцен серии Форсаж. Лично я не большой фанат Форсажа, я видел первый, и мне не понравилось. Я никогда не увлекался Форсажем, лишь посмотрел первую часть в году 2005, когда мне было около 15. Сейчас мне 31, так что давайте посмотрим, что они там наснимали. Да, давайте глянем. Он самый сексуальный мужик, которого я знаю. Рок думает, что он может победить Джейсона Стэтхэма, но скала ошибается. Вообще не страшно, потому что он просто воплощение силы, и он победит. Просто представьте себе его на полной мощности против скалы. Этот парень где-то 195 сантиметров и весит под 130 кило, он зверь. Да, он большой чувак. Они разрушат этот офис. Я бы не хотел ставить такую хореографию, потому что один неверный удар, и придется заставлять офис заново выбросить весь мусор и ставить мебель по новой. Блокирую удары в голову. О, он пропустил. Он его воткнул прямо в пол. Выглядит круто. Девятилетний ребенок во мне просто сошел с ума. О, черт, он порезал ему ногу. Он слишком стар для всего этого. Да, и конечно у него пистолет под столом. Посмотри, он мажет каждым выстрелом. Он стреляет куда попало. Там даже нет никого. И она тоже стреляет мимо Джейсона. Вот и граната пошла. Все замерли. Она до сих пор не понимает, что происходит. Так, теперь они должны приземлиться на что-то мягкое. Да, уж мягкое. Ну что-то помягче, асфальта. Джейсон тут плохой парень, да? Да, но он потом становится хорошим. Тут у нас драка в лондонском метро. Обычная субботняя ночь в метро. О, кажется она схотела сломать ей руку. Эти копы вообще ничего не сделали, даже не сопротивлялись. Они даже не кричали. Да уж, копам не поздоровилось. Так, мы вернулись к нашим дамам. Такие драки всегда выглядят сексуально, особенно в кино. О, коленом в стену! В реальности она бы по ней как поезд проехалась. Так, у нас тут двое на одного. Знаешь, все из команды Форсажа неподготовленные бойцы. Против них же обученные убийцы. И эти парни смотрятся чертовски плохо, на это больно смотреть. Зацени, она использует наручники как кастет. О, было близко к голове. Слушай, да она может ей руку сломать этой штукой. О, выход на рычаг локтя в прыжке. Круто! Да, висячка смотрится шикарно. Он просто издевается над ними, ты посмотри. Ты первый, нет, ты... Рычаг локтя очень тяжело идет. Оу, нет, грязные приемчики. Около лестницы довольно опасно. О, боже мой, думаю, их спинам не поздоровится. Этот парень какой-то дикий. Эти двое выглядят просто мальчиками для битья. Они как влажные салфетки, которыми этот парень свои ноги вытирает. Самое интересное, что все смотрят, а никто не вмешивается. Да, пускай сами разбираются. И никто не достал телефоны, чтобы заснять это. Да, не говори, уже бы все все снимали. Посмотри, как она дышит. Даже не запыхалась. Нереально. Пришло время Вина. О, он большой чувак. Боже мой, удары в тело в фильмах восхитительны. Давит на глаза, прямо внутрь. Мне нравится, что у него даже футболка не вспотела. Да, это специальная ткань как раз для таких случаев. Черт возьми. С ума сойти. Это было безумие. Это было что-то из рестлинга. Один из тех сумасшедших ударов в паре. А вот и Ронда. Ронда лучшая сучка в мире по части борьбы. Итак, Ронда телохранитель девушка. Да, она еще по-русски говорит. Они все очень плохо обучены боевым искусством. О, она только что пнула ее в промежность. Знаешь, мне нравится эта девушка в красном. Ее удары очень грубые. Вот оно, главная женская драка фильма. Мишель Родригес против Ронды. Боже мой, какой неприятный Супермен Панч. Оу, сайдкик каблуком. Да, чувак, тут прольется много крови этих красоток. Уверен, Ронда бы из нее все дерьмо выбила. Честно говоря, Ронда Роузи сама на себя не похожа в этой сцене. Да и Мишель Родригес чертовски плохая девчонка. Представь, если бы они просто начали целоваться сейчас. А там еще 11 женщин, и они все целуются. Треугольник. Оу, это грязный прием. Знаешь, это очень сексуальное место для того, чтобы спрятать нож. О да, эти двое пытаются украсть машину в другой комнате, в многоэтажном пентхаусе. Это одна из самых нереальных сцен во всем фильме серии. Оу, прямо на стол! Почему он его просто не столкнет с грузовика? Помню, я видел за кулисами, как Тони Джа был координатором трюков. Тони Джа охуенный мужик, он делает сумасшедшие вещи. Он наносит так много ударов и так быстро. Разве они наносят большой урон? Просто это хорошо смотрится на камеру. О, чувак умер, и их мотает из стороны в сторону, но грузовик все еще не слетел с дороги. И удар, переворот. В принципе, это похоже на правду. Но я не хотел бы оказаться на месте каскадера внутри грузовика, учитывая, что он будет еще скользить метров 300 по дороге. Тебя закрыли, мужик! Самое забавное, что дверь закрывается снаружи, а не изнутри. Это фильм, братан. Наверное, это шутка какая-то. Зачем им такая дверь? Это форсаж. Больше мне нечего добавить. В общем, сцены боя невероятные. Чего стоят одни актеры Тони Джа и Ронда Роузи? Они были великолепны. Джейсон Стэтхэм просто зверь. Знаешь, мне нравится, что здесь показали грязные приемы, такие как удар в пах или выдавливание глаз. Это больше подходит для уличной драки, но никак не для спортзала. Итак, вот и все, ребят. Мы надеемся, что вам понравилось видео, которое было посвящено лучшим боевым сценам из серии Форсаж. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на канал и Коррб Regina Коррб А. Продолжение следует...